Антон Собровин, Сайт Матч ТВ. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Расскажите, как можете оценить сегодняшнюю игру, насколько сказались удаления у обеих команд на ее ход? Да, добрый вечер. Ну, за исключением то, что вы потеряли очки, в принципе, был хороший матч с нашей стороны по качествам. По динамике, по движению, по созданным моментам их было очень много. Нужно было постараться распорядиться этими эпизодами. Вот нельзя упрекнуть наших ребят ни в чем в этой игре. Очень динамичный матч, хороший и дисциплинированный. Поэтому сказал ребятам в раздевалке о том, что уже как бы все, матч закончился. Понятно, результат надо принимать. Понятно, есть сожаления от того, что не выполнили ту задачу, которую для себя планировали, это три очка, но опять есть хорошие моменты. И от позитива тоже надо отталкиваться. Впереди кубок, важнейший матч. Поэтому к ним мы уже готовимся. Еще один вопрос. Сегодня был такой исторический момент в том плане, что рефери объявляли свои решения на весь стадион и в трансляции. Расскажите, как вы к этому относитесь? Помогает ли это как-то лучше понимать эпизод, его трактовку? Или это не имеет какой-то вообще пользы, на ваш взгляд? Ну и, может быть, для тех, кто сидит у экранов телевизоров, это есть какое-то подспорье. Я, честно говоря, вообще ничего не слышал, потому что все расплывалось на фоне стадиона, все объявления. Поэтому половина была бы непонятна, о чем говорят, что говорят и так далее. Поэтому только добавляет к этому времени дополнительного, к основному. Ну и приняли такое решение в регламенте, значит, будем его придерживаться. Спасибо. Евгений Загитов, телеканал Матч ТВ. Вы упомянули моменты позитивные в игре «Локомотива». Можете подробнее рассказать про них, пожалуйста, что это за конкретные моменты? И второй вопрос сразу. Не в стартовом составе были несколько лидеров команды, там Миранчук, Дзюба, Митай. Но потом вышли, когда уже результат, нужно было добиваться результата. Может, стоило их вначале выпустить. Понятное дело, что вам виднее, но все равно может порассуждать на эту тему. Спасибо. Что касается позитивных моментов, хорошей скорости, хорошее движение, хорошее взаимодействие, в принципе, которые приводили к очень острым эпизодам, голевым моментам, которые, я ещё раз повторюсь, их было предостаточно, и надо было распорядиться ими. Это что касается и положительного, что касается и вашего вопроса по ротации и заменам. Ну, мы уже сказали, я уже говорил вначале, что есть план на игру, есть стратегия. Мы об этом говорили, в принципе, уже неоднократно, и те, кто постоянно ходит на наши пресс-конференции, об этом знают и слушают, что есть группа игроков, которая может начинать по ходу матча. Нюансов очень много. Кто может начинать в стартовом составе, да, это стилистика игры соперника, наша игра, что мы тренировали, качество поля, единоборство или больше там вертикальный футбол. И мы понимали, что есть группа игроков, которая по ходу второго тайма может выйти и усилить, и добавить давление. В принципе, и Артём, и Серёжа, и Антон, те ребята, кто у нас ещё выходил, в принципе, добавили нам той скорости, той динамики Марио Митай, да, то есть на подуставшего уже соперника совершенно по-другому второй тайм лёг. Поэтому тоже есть планы игры, которые мы стараемся придерживаться. Это не в коем случае, что мы кем-то недовольны или кого-то увыли из состава. Таких вообще нет. Нет и не должно быть мыслей ни у кого. В первую очередь у вас самое главное, я имею в виду стресс массовой информации. Есть игра, подготовка к ней и, соответственно, определённое решение по составу. Поэтому все футболисты с пониманием к этому относятся. Понятно, что все хотят играть, так как амбициозные люди, но интересы команды превышены.